всем привет сегодня посмотрим как сделать таймер обратного отсчета для игры для выполнения необходимых каких-то миссий бывает что ставит таймеры выполнить за какое-то количество времени давайте вот такое сделаем вот это у нас финишная часть будет да допустим мы это же чуть-чуть потом допишем сначала создадим виджет которым мы как раз таки и будем показывать наше изображение таймера это у нас будет g-timer зайдем в него так сразу кинем сюда оверлый пусть будет так где-то да так вертикал на него и горизонтал вертикал на полную горизонтальную на полную теперь быстренько сделаем внешний вид здесь мы напишем например нужно найти допустим три ветки для постройки шалаша да ну подобное так сделаем ему посередине и перекидываем на следующую строчку так в горизонтал бокс мы кидаем раз-два-три раз-два-три четыре ну пока четыре да пусть будет ноль-ноль пятьдесят здесь у нас двои точи здесь у нас ноль-ноль здесь снова двои точи то есть если вам необходимо выполнять допустим минуты секунды да то есть вы можете ставить всего лишь два да я допустим хочу сделать так что можно выполнять часами какие-то действия да и вот как раз таки мы их сейчас поставим здесь тоже самое ноль-ноль и размер 50 это можно все на полную поставить так сам оверлэй давайте включим и убавим его размерность так здесь у нас сейчас падает как видите да циферки прям съелись давайте у двоеточек просто уберем авто все отлично так теперь мы должны включить все вот эти текстовые значения из variable чтобы мы могли их изменять ну данные мы принципе можем тоже включить но в данном случае пока нам не нужно я покажу основную часть таймер ну и еще раз еще один поставим оверлэй это у нас будет вы то есть показываться при выполнении миссии или же допустим при ее отрицательного значения сделаем чуть-чуть темнее прозрачностью введем сюда текст текст мы вытащим посередине ну или можно даже вот так его напишем так напишем что-нибудь вы не выполнили миссию тоже самое посередине и сделаем авто сдвиг так ну и сюда можно еще поставить какую-нибудь кнопочку прям в оверлэй вытащим ее на нижнюю часть посередине и батом напишем 50 накинем текст пусть это будет начать заново или начать миссию пусть так в данном случае давайте сохраним и перейдем к основной части это у нас сам blueprint где мы будем как раз таки получать получается задание пусть будет да можете на персонажи какого-то ставить можете отдельный blueprint создавать пусть это у меня будет отдельный blueprint это у нас AC timer поставим его зайдем event graph так но здесь можем поставить для принятия задания пусть к бокс коллизию то есть мы сюда взойдем и примем задание в данном случае я его выключу в игре чтобы мы могли просто видеть что мы в нее заходим теперь нам необходимо прописать основную часть во-первых начнем с наших переменных во-первых первая переменная это у нас секунда будет так напишем сек тип переменной интегр делаем дубликат это у нас теперь минуты дубликат часы в данном случае нам подойдет берем наш тик далее мы здесь уже так давайте еще сразу добавим две переменные это у нас mission complete так не помню как он пишется так mission complete это у нас будет булин переменная ну и так же у нас будет еще одна переменная то же самое типа булин go mission go mission мы будем проверять что у нас миссию необходимо можно выполнять в данном случае мы ставим все на тик да можем в принципе это не делать но будет получше если мы это поставим далее мы ставим бранчи на true первое что мы должны выполнить это наши секунды мы должны сравнить с нулем соответственно если у нас секунда равняется нулю выполняется по true то есть если у нас в обратном отчете допустим секунду там равна столько-то столько-то и она будет вычитаться на false мы как раз таки это вычитание должны поставить используем decrement integer она у нас два минуса выполняет так скажем точнее показывает сама нода выполняется один раз и сюда уже записываем нашу переменную которая получилась секунда вычитается из секунды получается записывается все что необходимо далее мы такую же штуку должны прописать и для минут у нас вот минуты ставим сюда только на false мы уже прописываем что у нас секунды равняется 59 далее мы должны минуты также пишем decrement integer то есть мы вычитаем и соответственно записываем уже получившееся значение ну и все то же самое мы снова выполняем только уже для часов если вы хотите прям часы рассчитывать в данном случае мы здесь прописываем на false секунды 59 минуты тоже 59 часы мы записываем только нам необходимо то же самое decrement вычитаем из наших часов необходимое значение минус единица в данном случае и записываем вот так у нас выходит и на true мы здесь как раз таки выполняем необходимое значение уже окончание миссии да то есть так это у нас ну продолжение так скажем необходимые действия в данном случае давайте поставим это просто дилей чтобы у нас не прям не сразу после окончания появлялась а вот допустим через 2 20 микросекунд и получается что мы должны здесь дальше продолжить но сделаем как раз таки custom event которым будем прописывать это у нас будет finish custom finish здесь мы в общем проверяем mission complete то есть если у нас миссия выполнена у нас пойдет по true если нет по false в данном случае нам здесь нужно еще начать с такого как begin play да так нет давайте вот сначала box который мы поставили мы поставим begin overlap и здесь мы как раз таки создадим наш наше взаимодействие с персонажем cast first person character в данном случае у меня и соответственно если это зашел персонаж мы должны create widget в котором мы выбираем наш таймер записываем это все в перемену виджи таймер будет и add to view port мы как раз таки показываем изображение да но давайте перейдем в таймер нам не надо вот это показывать overlay давайте его во-первых из variable и запишем его название но good допустим это будет у нас как раз таки overlay давайте здесь пропишем на констракте но good overlay set visibility то есть мы его пока скрываем нам не нужно мы мы еще не выполнили миссии и теперь на таймере мы получается как раз таки на финишной части давайте этого ниже спустим на финишной части мы вытаскиваем наш таймер сам виджет таймера из него вытаскиваем так как это mission complete типа миссия выполнена соответственно мы должны вытащить get no good overlay и из него уже set visibility мы должны как раз таки показать что мы выполнили миссию но там у нас написано что миссия не выполнена да мы как раз таки сейчас будем изменять значение в данном случае это у нас вот это мы должны тоже включить это time текст будет у нас миссия пусть будет название и начать миссию давайте мы тоже текст изменим это у нас будет button текст button сейчас мы их как раз таки изменим уже здесь текст миша получается get текст миша и давайте также вытащим get текст button здесь мы прописываем set текст то есть мы даем сейчас текст на выполнение миссии в данном случае вы отлично выполнили миссию да и на текст button мы тоже самое копируем подсоединяем текст button и здесь мы просто пишем закрыть теперь получается что нам вот это здесь надо то же самое прописать ну и это просто подключаем сюда далее что мы должны это у нас показать мышку потому что мы показали виджет но не показали нам нужно показать мышку чтобы нажать кнопку могли в данном случае get player controller set show mouse cursor мы включаем галочку ну и здесь также мы должны set input UI only показать то есть мы должны переключиться на наш виджет фокус на виджет можно не давать в принципе там не особо важно но можно дать то есть вы подсоединяете сам виджет вот сюда на фокус давайте это скопируем и здесь мы тоже должны однотипное действие выполнить далее мы уже получается что так как мы уже от данного AC таймера да вот где мы будем брать миссию мы уже далеко допустим отойдем да мы уже должны показать вот этот бокс в данном случае но мы его сейчас еще и скроем так это set visibility для того чтобы мы не могли взаимодействовать с ним сейчас мы его включаем и соответственно продолжаем дальнейшее действие мы можем в принципе из так это у нас виджи таймер у нас есть еще второй оверлей где как раз таки происходит вот эти подсчет мы его тоже выключим оверлей 0 называется получается get overway 0 set visibility hidden но для того чтобы мы уже в любом случае когда у нас значение все 0 мы уже все отключаем ну и далее можем ну все в принципе так далее кстати мы для того чтобы все нормально работало мы здесь на begin overlap должны поставить во-первых что наша миссия началась go mission да чтобы как раз таки получается наш тик работать начал если go mission true соответственно мы ну и сюда также можем добавить что получается наш бокс пропадает так set visibility выключаем его здесь когда мы уже завершаем мы его будем включать вот как раз таки да из-за того что мы выполняем миссию мы уже выполнили нам не нужен он из-за того что мы еще не выполнили миссию мы соответственно его показываем теперь далее мы уже переходим на наш виджет во-первых давайте поставим на нашу кнопочку действия на button он кликет мы здесь просто делаем remove from parent то есть мы удаляем этот виджет в данном случае он будет у нас в конце но мы во-первых кстати get player контроллер должны убрать нашу мышку перед этим да set show mouse cursor мы его выключаем потому что мы уже виджет закрываем ну и дальше мы должны переключить на наш игровой на игровую часть так и смотрите если у нас миссия будет выполнена мы как раз таки сейчас должны на констракте здесь еще создать проверку да то что у нас именно эта миссия так скажем началась то есть мы берем get actor of class если допустим у вас в данном случае таймер 1 и соответственно мы один раз его проверяем то есть мы уже получаем его в мировых координатах образно делаем делаем ссылочку на него и делаем переменную это у нас будет название таймер мишин здесь мы при нажатии клавиши должны проверить миссия у нас выполнена или нет get get mission complete то есть если у нас миссия выполнена это получается в труда мы должны по сути удалить сам как раз таки наш этот actor таймера чтобы он у нас больше не показывался как это проще сделать давайте сделаем так делаем set life set life spawn то есть мы даем ему допустим 10 секунд или давайте поменьше в районе 5 секунд на уничтожение и после этого мы закрываем сам виджет если мы миссию не выполнили мы просто закрываем виджет и все не удаляя наш сам таймер вот этот так давайте посмотрим и проверим вроде бы все но а нет еще не все нам необходимо на этих во первых давайте их поставим посередине мы должны подать ratebind точнее да так как у нас ссылка на таймер мы уже сделали давайте вытаскиваем из него переменную get sec точнее мы получаем секунды из нашего таймера и записываем их уже здесь так как у нас секунды из двух цифр состоят соответственно мы пишем два так это мы копируем и сейчас для каждого выполняем для минут то же самое crankbind только здесь переменную мы уже get min ставим это удаляем и для часов так же теперь get how подсоединяем это удаляется все отлично давайте запустим проверим вот наша миссия мы подбираем и как видите да у нас ничего не пошло почему потому что мы не поставили такую штуку как открытые переменные сделаем здесь секунды минуты часы видимыми делаем compile сохранения и смотрите вот когда мы выделяем наш уже получается vector здесь у нас есть секунды минуты и часы давайте поставим 8 секунд допустим да ну и там 3 минуты 8 секунд мы подбираем видите да бокс у нас пропал и как видите у нас быстро все прошло это из-за чего потому что тик нам нужно включить class default в равном в одной секунде то есть он каждую секунду будет тик срабатывать в данном случае он просто работал постоянно да давайте проверим 3 минуты 8 секунд и вот так он будет пока не закончится так давайте сделаем поменьше это у нас будет 0 просто 8 секунд сейчас у нас при окончании покажет что мы не выполнили миссию у нас не показывает что мы не выполнили потому что потому что я забыл поставить на выполнение вот сюда нашу функцию финиш вот эту которую мы как раз таки создавали вот сюда мы должны прописать финиш давайте еще раз быстренько проверим вы не выполнили миссию и начать миссию то есть то что мы установили с самого начала оно и показывается мы ничего не меняем но когда мы будем выполнять миссию так и у нас сейчас нам у нас из-за того что тик работает постоянно он выдает как бы не то что нам необходимо то есть он постоянно у нас работает то что у нас финиш готов то есть выполнен а когда финиш готов у нас мышка всегда показывается для этого смотрите мы можем получается так где у нас так begin play во первых мы прописываем set set tick set actor tick enable из false во первых самого начала делаем копирование этого и при финише самый конец вот сюда мы то же самое делаем то есть мы выключаем его а когда заходим в коллизию вот begin overlap мы здесь его должны включить давайте проверим как это работает так tick у нас включился соответственно цифры идут так миссия мы закрываем бокс у нас заново появился и как видите да я зашел второй раз и у нас уже сразу говорит что у нас миссия не выполнена почему так происходит это можно понять потому что таймер у нас уже записался да давайте на begin play во первых давайте кстати сразу проверим смотрите потому что есть такой нюанс что вы можете за место секунд допустим написать 65 нечаянно вдруг ошиблись и он 65 скорее всего начнет да да 65 ну как вы понимаете 65 секунд у нас не существует теперь мы здесь должны наши секунды минуты а ну давайте вот так еще сразу сделаем делаем дубликат секунд дубликат минут и дубликат часов выключаем у них видимость записываем записываем секунды в секунды для чего это необходимо чтобы мы могли в дальнейшем заново начинать с того же самого времени так здесь я не поставил часы мы здесь соединяем соединяем и чтобы проверить что у нас допустим те же самые секунды или часы не не превышают необходимых значений мы просто используем клэмп то есть мы сравниваем да то есть наши секунды минимальное значение у них 0 максимальное значение у них 59 ну этот клэмп давайте скопируем везде и выставим вот здесь так минуты записываем минуты также 59 и часы у нас так я не те минуты поставил кстати минуты основные и часы основные да ну часы как вы знаете у нас 24 часа но вы же можете поставить миссию чтобы выполнялось 48 часов соответственно данное ограничение по сути нам не нужно но я в данном случае поставлю да чтобы максимально можно было поставить 24 давайте проверим сейчас зайду появится 6 секунд вы не выполнили миссию начать заново и кстати у нас сработало два раза я зашел так это у нас бокс бокс у нас но с от визибилити видимо не сработало мы можем конечно уменьшить его размерность ну либо хайден гейм выключить давайте попробуем так сет хайден ингейм так мы выключаем копируем так и где-то где-то мы должны включить его я уже забыл где я его поставил а вот здесь мы ее включим обратно можно попробовать дуанс поставить в принципе ну да он также отрабатывает второй раз лучше поставить дуанс наверное ладно это не особо важно я надеюсь вы найдете быстрый способ решения данных проблем и кстати если вы ставите дуанс вам надо при финише в общем сначала сравнивать что у вас месячный комплит или же не комплит потом уже создавать рестарт 5 4 3 2 1 миссия не выполнена начать так ну я и говорю дуанс соответственно у нас давайте поставим так как у нас миссия не выполнена так ну давайте проще как-нибудь пока сделаем мы просто сделаем здесь дуэй ну после допустим какого-то времени мы сделаем ресет и все миссия не выполнена и миссия не выполнена снова да теперь у нас вот здесь на окончании когда у нас миссия не выполнена здесь мы должны снова прописать что мы секунды ставим минуты ставим мы на гейнплее записали в обратную сторону в данном случае сейчас надо на основные части поставить наши дубликаты чтобы мы заново могли начать 3 2 1 миссия не выполнена начать заново и все то же самое заново началось сейчас смотрите как выполнить миссию есть у нас IC финиш в данном случае я просто создал как будто нам надо 3 полена собрать у каждого полена своя коллизия то есть персонаж подходит активируется коллизия и здесь есть счетчик то есть допустим у меня 3 полена соответственно если 3 полена равняется 3 у нас выполняется миссия мы берем наш таймер get actor of class мы просто берем то что у нас в мире достаем из него переменную mission complete это у нас get получается даже set mission complete мы делаем галочку и соответственно если после этого мы уже сделали галочку мы удаляем нашу финишную часть вот где у нас все вот эти поленницы скопились мы удаляем ее но предварительно подаем то что у нас миссия выполнена давайте выполним у нас есть 5 секунд чтобы собрать все поления вы отлично выполнили миссию и делаем закрыть но в данном случае здесь необходимо еще подать удаление на выполнение миссии да так это у нас есть сейчас секунду я уже чуть-чуть запутался так так по сути мы можем кстати на финише да сделать destroy если мы выполнили миссию если миссион complete делаем destroy actor указывая что вот этот именно уничтожить мы можем здесь сделать это но к сожалению он уничтожил сначала свой актер потом этот так не пойдет но по сути виджеты мы же удаляли должны были вот а 5 секунд соответственно да если миссия complete через 5 секунд он удалит актер то есть нам здесь по сути ничего не надо на финише прописывать я забыл что я поставил 5 секунд для удаления так мы собрали миссия выполнена закрыть давайте посмотрим и через буквально вот 5 секунд он должен удалиться все он удалился мы теперь эту миссию взять не можем на этом все друзья до скорой встречи всем пока пока Продолжение следует...